Из Дворца культуры имени Юрия Гагарина дискуссия переместилась в общественную палату, куда чуть позже подъехал Сергей Пахомов. Разговор начали с главного. Каким будет город и каким его хотят видеть сами жители. Центр города – историко-культурное наполнение, туристические маршруты, территория отдыха и спокойного созерцания. Торгово-административный центр будет перенесен. Мы просто корректно убрали это на территорию рынка, который там не нужен абсолютно точно на улице 1-й ударной армии. Когда будет медленный город, туда просто будет незачем ехать. И мы на его месте разместили, уберем казначейство, чуть откорректируем старый луч, а то, может быть, его еще задействуем. Один из самых горячих вопросов – восточный объезд. Жители беспокоят, что новая трасса затронет интересы многих домовладений. Почему нельзя было менее болезненно эту трассу провести? Ну, если западный артист, понятно, что он вообще вокруг всего города снял транзит, то этот, мне кажется, прямо по головам что-то завалится. Когда цитировали меня, дали чуть не ту тональность. Я говорил об этом с большим сожалению. Я говорил о том, что 12, 10 или 12 построек частного сектора – это затрагивает. Это первое. Значит, второе. Это не объезд, это не восточный объезд, это восточная улица города. Это улица в виде бульвара, то есть это не транзитная магистраль ни при каких обстоятельствах. Не обошли общественники вниманием и вокзал. По концепции он должен переместиться на противоположную сторону железной дороги, ближе к будущему административному центру. Первое, конечно, базовое решение – это перенос по ГАУСу, грузовой станции, вынос за территорию города. Это разгрузит. Это не только вернет нам 7 или 8 гектар территории, которой, в общем-то, нам лишней точно не будет, на которой мы спокойно можем перенести автомобильные и железнодорожные вокзалы на внешнюю сторону железной дороги. И предпроектные решения есть, расчеты есть. Там небольшой бизнес-центр, гостиница, большой современный автовокзал. И строительство. Понятно, что историческое здание железнодорожного вокзала сохранится, но перроны и основной железнодорожный вокзал на новой части административной города, с внешней стороны, конечно, будет построен. Под обсуждение попали вопросы развития промыслов и ремесел, туристического бизнеса, сохранения исторических объектов и возможной территории под жилищную застройку. Вот наша точечная ненависть, априори к чему бы то ни было, она играет злую шутку с нами зачастую. Ценность специалиста в том, что он может абстрагироваться от личных, собственных, своих мнений и привязанностей и взглянуть на все трезвое со смыслом. Я уже говорил сегодня и закончил свое выступление этим. Я тоже люблю этот город, я тоже не хочу ничего менять. Но я понимаю, что он медленно умирает. С одной стороны, с другой стороны, у нас появилось окно возможности, в которой мы, которая может помочь, войдя в которое, прыгнув в которое, мы можем радикально поменять что-то на годы вперед. Возможно, не все и не во всем с депутатом согласились, но равнодушных после встречи не нашлось. Просто все понравилось. Такие масштабные идеи, такие масштабные планы и самое главное, есть уверенность, что практически самое главное, это все будет реализовано. Никогда, я думаю, за последние десятилетия не было у нас таких возможностей, таких шансов по модернизации нашей всей инфраструктуры и вообще по принципиальному переосмыслению жизни в нашем городе. Это десятимильные такие шаги. И дай бог, чтобы у нас все получилось. Но впереди предстоит огромная работа. И нам, как законодателям местным, предстоит очень много работы. То есть, в частности, комитет, который я возглавляю, думаю, будет работать с утра до ночи. Я помню те годы застоя, когда было такое часто выражение съездить погулять Дмитров, потому что просто банально выйти с семьей и посидеть или прокатиться на велосипеде, просто посидеть на лавочке у фонтана не было возможности. Фонтана не было в Сергиевом Посаде. И как мы радовались модернизации фонтана у дворца культуры. И сейчас у нас появилась возможность не только догнать наших соседей, что мы уже, в принципе, сделали, но и сделать большой рывок вперед. Потому что мы не знаем, как будет завтра в стране. Времена разные. Будут ли деньги, не будут деньги. А тут у нас есть возможность обновить не только город внешне, но и, судя по информации и концепции, внутренне. Меня очень интересовала, как и многих жителей, работа касаемо обновления коммуникаций и пожарной безопасности. И то, и другое я сегодня увидел в полном объеме. Поэтому это не может не радовать. Классно, что Сергей Александрович много внимания уделяет творческим проектам. Вот кластер, который в центре будет, где наверняка развитие огромное может быть. И там много идей есть. Но это все мы будем обсуждать. Хорошо, что обсуждение началось. Наконец-то Сергеев Посад можно будет назвать центром православия. Для меня это очень важная тема. Я когда-то ее давно начинала и продолжаю. Для меня это самая большая радость на самом деле. Вот во всей этой истории. Потому что наш город будет городом федерального значения, по вырисовому слову, будет центром православия и магнитом, притяжением для тысяч паломников, туристов, гостей. Наверное, самое главное, что молодежь, которые собрались сегодня на дворце Гагарина, вот именно их реакция. Потому что мы очень внимательно смотрели за залом, имели возможность здесь находиться, но это видеть. И многое, что пришлось как бы передумать, может быть, даже переоценить, что нужно смотреть вперед, нужно не бояться будущего. Конечно, нужно беречь прошлое свое. И сегодня Сергей Александрович здесь, в палате, в основном говорил об этом. Дискуссии по концепции продолжатся. Следующая встреча состоится уже в этот четверг. Оксана Переводникова, Ирина Белякова, Вячеслав Шумов, ТВР24.